Я приветствую вас, команда победителей, на нашей пятой интеллектуальной тренировке. Начинаем, как обычно, с наполнения. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Приветствую самых ярких, самых осознанных, самых лучезарных людей, которые с каждым днем становятся все лучше и лучше, чем были вчера. Людей неуклонного роста, заряженных позитивом, добром, которые научились генерировать состояние счастья, научились управлять своей жизнью через контроль своих мыслей, научились генерировать состояние триумфа и приносить колоссальную пользу этому миру своими недобрыми намерениями и помыслами. Самых здоровых людей на этой планете Земля, заряженных позитивной энергией. Приветствую вас, команда победителей. Поздравляю вас с тем, что вы продолжаете свое развитие, продолжаете поднимать себя на новый уровень проживания. Маленькими шажками мы уверены, мы идем к большим своим успехам, к огромным. Все обычные люди сейчас занимаются совершенно другими делами. Но мы с вами сейчас продолжаем дело своего развития. Наперекор всем, наперекор всем людям и привычкам и традициям этого мира. И таким образом вы становитесь лучше, чем были вчера. Показывайте ваши солнечные улыбки всему миру. Надевайте свою осанку короля и королевы. Сегодня лучший день в вашей жизни, и мы сеем семена вашего прекрасного будущего. В течение последних часов мы практиковали одно из самых любимых моих упражнений, которое дает огромный заряд, ресурсное состояние, состояние потока. Упражнение называется «Будьте здоровы». Я делаю это упражнение утром, через час после того, как пробудилась, проснулась и вечером, за час перед сном. Я и холодная вода – это было не мое. А сейчас для меня это главный источник энергии и бодрости духа. Я чувствую, как становлюсь сильнее с каждым разом. Удивительные и очень приятные энергии ходят потом во мне несколько часов в моем теле. У меня прошли головные боли, нервная система окрепла, сон стал, как у младенца. Я чувствую, что я уже зимой готова нырнуть в прорубь. И, естественно, никакие вирусы мне уже не страшны. Таким образом, друзья, я являюсь продуктом своего продукта. И все наши тренеры в ассоциации реально и ежедневно практикуют все, что мы вам говорим. И более того, я планирую применять все эти восемь жемчужин всю свою жизнь, так как вижу огромный эффект, который в особенности силен при применении в долгую. Упражнение дает огромный заряд энергии, состояние потока, моментально снимает усталость, делает перезагрузку сознания. Вы становитесь более креативным. Приходят чудесные идеи и светлые мысли. Это самый простой способ войти в ресурсное состояние. Друзья, мы продолжаем с вами трудиться над собой, своим характером, новыми полезными привычками, прокачиваем наш мозг. И сегодня у нас пятый день занятий. И мы переходим к пятой жемчужине нашего ожерелья. Называется это ожерелье «Я хозяин своих чувств». Аристотель говорил горе тем людям, кто является рабами своих чувств и эмоций. Смысл упражнения – это взять на себя ответственность за свое эмоциональное состояние. Есть практический инструмент, как переключать фокус с негативных эмоций на позитивные. Упражнение называется «Пауза мастера». Вначале важно понять, что негативные эмоции, обида, злость, ненависть нас разрушают. Это как налить в стакан, в свой стакан воды яд, выпить его и ожидать, что пострадает кто-то другой. Эмоции в первую очередь разрушают их носителя, то есть вас, если вы их себе генерируете. Например, раздражение при вождении водителя. Кто-то вас подрезал, мы злимся и негативим, но вредим-то мы этим только себе. Тот, кто проехал, он уже давно уехал и забыл про вас, а вы себе вот вредите. Особенно, если рядом ваши близкие, ваши дети, они тоже получают дозу эмоционального яда. В основном никто не любит войну. Но как же войны на кухне, дома, в семье, на работе? Все войны начинаются в головах и там же заканчиваются. Что мы сделали, чтобы остановить войну? Президенты запускают, у них точно такая же кухня, только побольше. Но мы-то с вами реально можем это остановить на своем уровне и на уровне нашего окружения через свое собственное развитие. Пятая жемчужина позволяет осознать, что не эмоции управляют вами, а вы управляете эмоциями. Не хвост машет собакой, а собака машет хвостом. Не макароны выпускает фабрику, а фабрика выпускает макароны. И чем раньше мы поймем, что мы являемся производителями своих эмоций, тем быстрее осознаем, что мы можем эти эмоции не производить. Масса конфликтов, преступлений, насилия, убийства и войн возникает из-за отсутствия контроля эмоций. Если лает собака и мы реагируем, злимся, то мы опускаемся на ее уровень, то есть активируем нашу животную природу, а можем контролировать, чтобы не натворить ошибок. Есть такая хорошая притча. Шел мудрец, который прожил 120 лет в бодром духе и здравии. К нему подошел молодой парень и спрашивает, «Уважаемый, как вы прожили до 120 лет? В чем секрет?» Мудрец отвечает с улыбкой, «Я просто никогда ни с кем не спорил». Парень в шоке, говорит, «Да так, такого быть не может!» А мудрец отвечает, «Ты совершенно прав». Каждый человек имеет право на свой выбор, на свое мнение. И нам важно научиться это право уважать. И чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее мы перестанем кому-то что-то доказывать. Чем человек наполнен, тем он и делится. Не стоит обижаться на негативных людей. Они в чем-то несчастны, не удовлетворены. Если человек наполнен счастьем и изобилием, то он не будет негативить и ругаться. Он будет давать людям то, чем он наполнен. И суть нашего упражнения – осознать две вещи. Что вы автор ваших эмоций, а не наоборот. И что негативные эмоции вас разрушают и разрушают вашу жизнь. И нам необходимо научиться этим управлять. Как? А вот это мы как раз будем сегодня изучать и применять на практике на нашем пятом дне в нашем интеллект-клубе. Вы перестанете переживать и отравлять себе жизнь из-за пустяков. Станете осознанными. Вырветесь из матрицы невежества и злости и обид. Также мы будем продолжать сегодня изучать биографию Томаса Уотсона, старшего и Томаса Уотсона-младшего. И сегодня мы узнаем, какие перемены внес Уотсон-младший в компанию в середине 80-х годов. Друзья, я благодарю за ваше авторское мнение, что вы оставляете на цитаты Томаса Уотсона и за то, что вы проговариваете скороговорки в трех вариантах, оттачивая свое ораторское мастерство. Каждый день мы становимся все лучше и лучше, чем были вчера. Удача и дружба с нами всегда. Богатство и счастье – это наша судьба. Полетели к звездам! Субтитры создавал DimaTorzok